Национальное образование Это проблема, которая активно будируется Что происходит с национальным образованием в вашем ВУЗе? Как это развивается? Как двигаются? Какие перспективы? Национальное образование Татарское национальное образование Безусловно, безусловно, да Татарское национальное образование Это важная составляющая нашей современной жизни Я не буду говорить так подробно, глубоко о том Что сохранение татарского языка, традиций, обычаев Которые прежде всего проходят через образование Это необходимость Это наш долг сейчас И в этой связи многие из нас были свидетелями Что Казанский федеральный университет стал предметом критики Особенно прошедшие месяцы в этой области Я бы хотел сказать про педагогическое образование По-моему, в начале этого года В средствах массовой информации была так очень растиражирована Там информация о том, что преподаватели математики Возмутились тем, что были закрыты группы С обучением на татарском языке Что было очень так легко подхвачено Но при этом никто не стал вдаваться Подробности Дело в том, что такие группы в свое время были И это группы, которые, как правило, финансировались Из республиканского бюджета Сейчас федеральное законодательство запрещает Градирование, дифференциацию студентов по национальному признаку Они все сдают ЕГЭ, поступают Условно говоря, если прошедшие студенты, имеющие 74 балла Все захотят обучаться на татарском языке Университет готов им предоставить такие образовательные услуги Но дело в том, что большинство из них выбирает в качестве обучения русский язык Что делать с детьми, которые хотят обучаться на татарском языке? Та модель, которая существовала в прежние годы Это создание отдельных групп Она сейчас возможна только на условиях финансирования Либо из регионального бюджета, либо за счет каких-то спонсорских средств Потому что законодательно университет этого делать не может То есть есть федеральное... Конечно, да Но есть очень простое объяснение Это очень большие деньги Это очень большие деньги И вообще, мне кажется, опять-таки, вот эта попытка сохранить вот эти отдельные татарские группы Это, ну, очень такой уже анахронизм, который не приемлем в современных условиях Мы предлагаем гораздо более эффективную, мне кажется, более такую разноплановую модель подготовки учителей для национальной школы Мы должны это делать В частности, наша модель, она заключается в том, что студентам, педагогам, которые обучаются на русском языке На четвертом курсе обучения, либо на третьем курсе обучения, да Предоставляется возможность получить дополнительные компетенции для работы в национальных школах Через программу профессиональной переподготовки Представьте себе, условно говоря, учитель физики, да, которую мы готовим для татарской школы То есть за первые три года обучения, по сути, теоретический материал он уже полностью освоил, он знает Ему необходимы знания в области методики преподавания на татарском языке, терминология И в течение этого дополнительного года он эту терминологию может получить Причем, скорее всего, он лучше получит, если он получит в базовых школах Работая в татарских школах, которые есть в Казани, да, прежде всего А затем уже с этим багажом выезжают уже в районы республики, там, где нужен его труд Это, во-первых, осознанный выбор, раз, да Это достаточно экономичная модель для республиканского бюджета, которая не требует четырехлетнего образования И, в-третьих, это, наверное, не ущемление потенциальных возможностей молодого человека Обучаясь четыре года в группе на татарском языке, насколько реальны его Жизнь ведь по-разному складывается, насколько реальны его шансы потом приехать в русскую школу, в город, там, и так далее Все получается, да Здесь он получает возможность преподавания и на русском, и на татарском языке И дальше уже задача ведь, наверное, не университета, а задача, наверное, все-таки муниципалитета в большей степени Привлечь этого молодого человека в школу, чтобы он приехал Очень часто их задают вопросы, стоит ли восстановить распределение, там, и так далее Ну, крепостное право уже в России не вернуть, безусловно И вот здесь, я думаю, надо, наверное, разрабатывать какие-то экономические механизмы, мотивации Муниципалитет Да, мотивации, да И не просто ждать, приедет там молодой выпускник в школу или нет, а создавать для этого условия Тогда, наверное, проблема преподавания А что касается Казанского федерального университета, мы готовы реализовать любую программу подготовки педагога к преподаванию в татарской национальной школе Будь то на татарской, вернее, будь то по математике, по физике, там, по химии, по любому предмету У нас очень мощная кафедра, которая осуществляет работу в области национального образования Ее лидер, профессор Хузи Ахметов Анвар Нуль Ахметович Это, ну, современный просветитель, я его считаю Ну, 6-7, а может быть, даже больше тысяч татарских детей Благодаря его инициативе ежегодно приезжают в Казань Посещают театры, принимают участие в различных телевизионных программах Он редактор программы, которая демонстрируется на ТНВ Тамчу-шоу, других программ, да Они приезжают на эти программы, то есть они знакомятся с Казанью Может быть, для столичных детей это небольшое событие Но поверьте мне, и я вспоминаю свои тоже эмоции детские, когда я приехал в Казанск Это огромное событие, и это приобщение именно к татарской культуре Это масса учебников, масса методической литературы, которая издается этой кафедрой Это выезды в сельские районы, это методические семинары Поэтому работу в этом направлении мы ведем Я думаю, опять-таки, мы готовы эту работу продолжать и дальше Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!